Ом Ти Ви Юэй про головне. Никакого непотопляемого авианосца России больше не существует. Мнение украинского журналиста и публициста Виталия Портникова. Далее цитируем. Удары ракетами-атакамс по военному аэродрому в Джанкое стали не просто дебютом знаменитого американского оружия в войне России против Украины. Они в очередной раз продемонстрировали ошибочность путинской ставки на Крым. Вот он наш Крым-то. Небо красное. Когда 10 лет тому назад осуществлялась оккупация украинского полуострова, российская пропаганда говорила в первую очередь об исторической сакральности Крыма и делала упор на его курортный потенциал. Военному потенциалу уделялось куда меньше внимания. Хотя именно значимость Крыма как плацдарма и определяла решение о его захвате. При этом стоит напомнить, что военное значение Крыма всегда определяло отношение к нему российских властей и в имперские, и в советские, и в российские времена. Какие у них интересы? Пытались расположить в Крыму, где морской порт, базу НАТО. Это нарушало международные права, потому что если располагается база НАТО на границе с Россией, то это потенциально несет опасность. Мне интересно, а что было бы с Россией, если бы там были базы НАТО? У нас же ядерное оружие, армия мира. Была бы, допустим, даже база НАТО на границе, на бордер-контрол, который подграниченный. Что такого было бы? Интересно. Я опять же говорю потенциально. Потенциально это значит, что в любой момент, если бы, ну это в первую очередь давало Америке возможность диктовать свои условия. А вот интересно, что они могли бы диктовать-то такого? Да много чего, надо подумать. Не случайно же администрация первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина настаивала на сохранении базы Черноморского флота в Севастополе. И Ельцин даже отказывался приезжать с государственным визитом в Киев и подписывать с президентом Украины Леонидом Кучмой большой договор между двумя странами, пока вопрос о Черноморском флоте не был урегулирован. Самый сложный день был это проблема Черноморского флота. Ельцин вызвал указ о подчинении Черноморского флота России. Отменил я свой указ Бориса Николаевича и приняли тогда общий план управления Черноморским флотом. Не случайно уже в путинскую эпоху третий президент Российской Федерации Дмитрий Медведев настаивал на подписании пресловутых Харьковских соглашений в качестве оправдания энергетических поблажек для Украины. На днях как раз была годовщина одобрения Верховной Радой Украины этого документа, подписанного Медведевым и Януковичем. И вспомнилось, как оппозиционеры в украинском парламенте убеждали своих коллег, они готовят плацдарм для России. Соглашение противоречит интересам национальной безопасности Украины. Но оказалось, что Путин готовит Россию к войнам прошлого. Похоже, Крым не оправдал себя в качестве плацдарма в очередной раз. Путин — это отстой. Путин — это старая, так сказать, калоша, который, так сказать, живет весь в прошлом, для которой вот эти вот территории имеют значение. В Кремле и представить себе не могли, что в мире никто не станет считаться с доводами о сакральности и решением вписать полуостров в Российскую Конституцию. Что ракеты будут уничтожать самолеты на крымских аэродромах, а беспилотники — корабли Черноморского флота РФ. Что возможность уничтожения Керченского моста станет обычным сюжетом в дискуссиях о дальнейшем ходе войны. Все готово. Мы в любое время можем уничтожить мост. Но мы это сделаем тогда, когда нам надо. Конечно, можно возразить. Сейчас главным логистическим маршрутом снабжения российской армии и флота является сухопутный коридор из Ростова в Крым, а вовсе не мост. Это будет еще одна альтернативная дорога для Крымского моста. Вот мы вместо Крымского моста. Но какой, скажите, смысл в коридоре, если нельзя говорить о безопасном плацдарме, если никакого непотопляемого авианосца России больше не существует? Да и не существовало никогда. Разве что, думаю, в фантазиях кремлевского недофюрера. Крым был украден, захвачен, а теперь он возвратится к своему настоящему хозяину, к украинскому государству. Сегодня уже даже то высокоточное и дальнебойное оружие, которое уже есть в вооруженных силах Украины, оно может достичь практически любой территории на полуострове. И поэтому все эти военные объекты при получении команды, они могут быть поражены. Возможности вооруженных сил Украины, они позволяют нанести ощутимый удар по всей системе защиты, выстроенной российскими оккупантами в течение этих 9 лет. Это осознают и русские оккупанты, и отсюда понимание неизбежности освобождения Крыма. А еще ведь украинская армия не получила F-16, и мы посмотрим, как изменится ситуация после поступления военных самолетов в украинскую армию. Для Москвы это является очень важным не только военным объектом, но и в какой-то мере в духовном плане, поскольку значимость этого моста настолько была возвеличена, что это вечное соединение Крымского полуострова с территорией России, и что этот мост демонстрирует теперь уже на вечное включение Крыма в состав России. И они так это делали усердно, что в какой-то мере сами в это все поверили, и теперь осознают, насколько все это с грохотом, вот такое представление упадет, и даже в какой-то мере может похоронить многих российских политиков, включая президента, под своими обломками. Размер пакета составляет 61 миллиард долларов. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине. В тексте документ прямо сказано, что США обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты Атакмс. Это серьезное оружие, те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя.